всем привет приветствуем вас на нашем канале сегодня моя любимая сестра будет готовить очень вкусное блюдо для нас будем готовить печеную индейку индейка как буженина назовем ее так вообще изначально это рецепт ники белоксарковской когда-то очень давно много лет назад я его попробовала мне очень понравился и готовим уже много лет можно есть как горячим но я предпочитаю на бутерброды потому что мы любим очень бутерброды это очень вкусно так что нам надо нам надо филе индейки мы его замочили на ночь в соленой воде примерно 1 столовая ложка можно сборкой на 12 часов 10-12 часов дольше оставлять не рекомендую потому что может быть соленая и филе индейки я почистила от всех пленочек включая вот здесь обычно у нее есть я тоже я убрала когда она запечется но все будет держать форму и можно будет ложить на бутерброд также нам надо чеснок и специи нам нужен кориандр сушеный укроп паприка и горчица я обычно беру уже молотую горчицу но сейчас на зернах поэтому все будем измельчать соль больше ты не добавляешь улечка нет ни соль ни перец ничего больше не добавляется это все что нам надо рецепт очень легкий самая сложная часть это почистить индейку от шкурочек все остальное очень просто и очень быстро начинаем приступаем пожалуйста можно сначала все готовим специи я обычно режу маленькими лепесточками у нас есть новости как вы все знаете по правиле те кто с нами давно что год назад из-за всех известных событий всем известных мы были вынуждены уехать из украины германию это был непростой год но мы очень благодарны германии за то как она нас приняла очень много помощи оказала различные очень все были приветливые очень всех пытались нам помочь всеми возможными способами и простые люди и чиновники поэтому конечно наша ситуация когда мы оказались здесь лучше чем чем у других наверное беженцев но здесь с успехами нашей страны нелегком деле обороны было принято решение вернуться домой моя мама еще одна наша их три сестры приехали три сестры моя мама со своими двумя сестрами одна из них колечкина мама неля еще одна сестра муся и моя мама катя вы наверно видели в других наших роликах они уехали в начале марта я осталась здесь немножко подольше чтобы закрыть все юридические бюрократические вопросы разобраться с квартиры которые мы снимали и в эту субботу 15 апреля я тоже возвращаюсь наконец-то домой дай бог будет все хорошо мои две тети жили соличкой квартире мама моя жила у нас ну уехали они все вместе добрались слава богу замечательно встретил и колечкин папа летели через молдавию а моя папа приехал и встретил в кишиневе и забрал домой кишина кишина так мы продолжаем значит все специи берутся по одной столовой ложке сейчас мы берем горчицу и свежий кориандр очень рекомендую брать именно в зернах кориандр потому что запах от него совершенно другой не такой как согласно молотых специй корейскую морковку я беру тоже всегда в зернах да это очень полезно для этого блюда и теперь мы должны это перетереть в ступке я должна сказать что нашим родственникам очень хорошо дома все замечательно все расцвели здесь были как завятшие цветочки а там все расцвели все таки не дома быть плохо даже если не дома хорошо да но долго во первых это не отпуск кроме того и мой муж мой папа и катин муж они все остались в украине не виделись вот я пару раз ездила в киев все скучали всем было тяжело поэтому все таки мы думаем что все приняли правильное решение а улечки вот он как ступка у меня кстати от кума подарок ой запах какой шикарный пошел просто шахуля хочешь пошуметь но открывай дверь заходи хорошо ок вы перемололи наконец-то специи чуть-чуть остались зерна горчицы я думаю что это будет даже вкусно но запах бомбезный я бы сказала очень-очень пахнут специи если зерна не любите тогда берите молотую горчицу я обычно в украине беру молотую горчицу но здесь мы ее не нашли у нас муха летает я ее только на камеру ну ничего страшного после съемок будем ловить дружно муху берем две столовые ложки чуть больше получилось мы больше брать не будем потому что если слишком много добавить горчицы может быть слишком ярко выраженный вкус я пристрою куда-то поэтому всех специи берем по одной столовой ложке единственное что вот паприку я всегда могу положить побольше так что мы еще добавили олечка сухой укроп паприку кориандр и горчица вот это сочетание специй очень удачно значит давай еще раз что у нас по столовой ложке кориандр сухой укроп горчица и паприка и чесночок чесночок потом идет отдельно значит из вот этих специй нам сейчас надо сделать кашицу которую мы должны будем обмазать мясом рекомендую специи перемешать до того как будет добавлять воду потому что потом они перемешиваются крайне проблематично уважаемые друзья я немножко отвлеклась пыталась удалить муху с нашего зала но не получилось весна так добавляем воду лучше по чуть-чуть особенно когда делаете в первый раз чтобы вся эта намазка не была слишком жидкая что по поводу наших родных дети наши очень скучают все привыкли конечно завод друг другу но нам обещали что будут часто приезжать в отпуск на каникулы я думаю что уже после того как начнут летать самолеты потому что дорога не самолетом очень тяжелая сколько тебе ехать . вообще номинально по рейсам по расписанию рейса мне ехать 32 часа но это не считая границы то есть плюс еще несколько часов на границе будет зависеть от того какая будет ситуация в конкретный момент по моему предыдущему опыту если ехать из германии в украину то это где-то примерно 38 часов 38-42 наверное ну когда я ездила проблем на границе неба мы точно быстро и проходили буквально там за пару часов два-три часа поэтому где-то в среднем 38 часов выходил на наша кашица значит вот так выглядит наша кашица сразу берем фольгу и начинаем массаж обмазать красивые специи обмазываем со всех сторон духовка наша греется уже на температуру 180 градусов значит режим такой полчаса в духовке при температуре 180 градусов а потом и духовку полностью выключаем не открывая и оставляем индейку еще на два часа за это время она доходит благодаря такому режиму когда мы во первых не очень высокая температура всего 180 градусов во вторых она доходит томиться в духовке она не высыхает потому что в филе оно само по себе суховатое и редко его приятно так кушать на бутерброда скажем без какого-то соуса но если вот этот рецепт сделан правильно и все вышло то индейка получается достаточно сочная и вкусная да масла нет никакого жира я имею ввиду это еще и очень диетическое блюдо поэтому для тех кто любит бутерброды кому надо контролировать свои калории очень рекомендую так теперь добавляем чеснок я его обычно никуда не имеется ввиду никакие дырочки для него не делаю просто вот так вот откладываю и этого достаточно но вы по желанию можете сделать отверстие и скажем так нашлиговать его тут количество чеснока зависит от того насколько вы его любите мы его в семье все очень очень любим поэтому очень очень любим мы берем много так теперь мне надо помыть руки потому что сейчас будет еще один очень важный аспект этого рецепта правильно завернуть мясо до встречи теперь задача мясо надо завернуть очень плотно чтобы получился как рулет поэтому важно сделать это желательно несколько слоев нам понадобится еще да я обычно даже три три или четыре ну зависит от формы кладите кладите пожалуйста зависит от формы как получилось максимально его утрамбовать и плотненько уплотнить утрамбовать да тогда во первых не теряется сок потому что будет и второе после того как индейка готова целостным куском ее можно нарезать она не разваливается всего да красота ставим в духовку ставим духовку так наша индейка готова наверно сейчас проверим она простояла полчаса в горячей духовке и потом два часа с выключенной духовкой открываем смотрим пирот сока из него конечно высекла так обычно и бывает запах на весь дом прямо смесь чеснока кориандра укропа горчичка она еще горяченькая ну пробуем разрезать пирот вау она приготовилась это хорошо реально похоже на буженинку так пробуем лучше конечно дать ей немножко но нам не терпится ну и мне кусочек давать а так пробуем горячее еще но очень вкусно смачно да вот это сочетание конечно специй очень удачно такой способ приготовления на самом деле можно использовать с любым мясом птицы и добавлять свои специи на мой любимый именно это красота спасибо уважаемые друзья пробуйте наслаждайтесь Сохлаждайтесь. Рецепт оставим? Обязательно. Или будем держать в секрете? Рецепт оставим под видео. Большое спасибо всем за просмотры. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Нам будет очень приятно. А мы желаем всем здоровья, удачи, мирного неба. И всем пока-пока.